Добрый вечер на 12 канале новости в студии Дарья Шадрина. В начале выпуска коротко о главном. Аэротакси, бэтмобиль и робот-собака. В столице Урала завершился промышленный форум Иннопром. Удивляли промышленники всей России, конечно, омские технологи. Подведем итоги самой масштабной технологичной выставки в стране. Дубль-3 в Омском суде вновь не смогли допросить экс-начальника полиции Евгения Быкова. Обвиняемому вновь стало плохо. Когда твой сосед – крыса, жители многоэтажки жалуются на нашествие грызунов. Управляющая компания уверяет – яды не действуют. Распродажа – беспродаж. Сайт Икея не выдержал натиск покупателей. Поклонники шведских товаров идут на хитрость и устраивают аукционы на сайтах объявлений. А хакеры призывают людей опомниться. Когда лишние килограммы – тема уже не женских разговоров. Боя Шлеменко-Исмаилова пока что проходит в виртуальном пространстве. Один из соперников не в форме и может пропустить самую ожидаемую битву лета. Аэротакси, бэтмобиль и российский смартфон. В Екатеринбурге завершается одна из самых масштабных промышленных выставок Иннопром. Российские технологи представили на форуме передовые разработки в различных направлениях. Делегация Омской области презентовала уникальные рефрижераторы, которые позволят перевозить скоропортящиеся продукты. Достигнуты договоренности о поставке в Омскую область современных электробусов. Наши предприятия получили новые заказы. Екатерина Балучевская подведет итоги работы форума. В этом году Иннопром собрал, кажется, все возможные высокие технологии. Количество участников рекордно. Между стендами едва удается пройти. На саммите представлено больше 500 компаний. Есть что показать и Омскому региону. Уникальный проект Трансмаша. Наши рефрижераторные контейнеры. Это, конечно, всего лишь макет модели 1 к 20. А на самом деле именно внушительные габариты отличают наши холодильные установки, которые в будущем смогут развивать российскую промышленность. Омские рефрижераторы помогут производителям рыбы и мяса отказаться от аренды зарубежных контейнеров. В том числе китайских, самых востребованных на рынке на сегодня. Наши и больше при полной загрузке вмещают 30 тонн продукции. И прочнее могут выдержать путь в несколько тысяч километров. А значит, дальневосточные Кита, Горбуша, Кижуч прямо из вод Тихого океана могут попасть на стол к сибирякам свежими и сочными. Нам очень важно, чтобы здоровье наших жителей, наших людей оставалось на самом высоком уровне. А качество перевозки зависит от качества этих контейнеров. Поэтому эти контейнеры нужны, они востребованы. И мы надеемся, что в ближайшее время мы заместим иностранного производителя постепенно на российского. И все это будет делаться на омской земле. Омские контейнеры уже прошли испытания и получили сертификаты качества. Пока выпущена экспериментальная серия 6 штук. Но Трансмаш готов ежегодно производить до 400, а в перспективе и до 600. Главное, чтобы спрос был. Этот вопрос губернатор также обсудил с руководством Уралвагонзавода. Чем больше будет заказов, тем ниже будет стоимость готового изделия. Кроме того, при такой загрузке будут созданы свыше 500 новых рабочих мест. То, что сегодня компания УАЗа делает, мы ей очень благодарны. Потому что это новые рабочие места, это зарплата совершенно другого уровня. И, безусловно, это социальная поддержка региона. Я могу сказать, что все, что выпускает Омск с Трансмаш, имеет преимущество с иностранными аналогами. Время показало, история подтверждает. Что бы они ни выпускали, это продукция высшего уровня. Тема импортозамещения стала главной на инопроме этого года. Как сказал премьер Михаил Мишустин, который принял участие в пленарной сессии, Россию невозможно изолировать. Мы готовы дать ответ любым санкциям. Наша страна традиционно сильна своими инженерами. И это преимущество, которое ни в коем случае нельзя растерять. Именно поэтому на базе опорных вузов будут создавать инженерные школы. В программу уже включены 30 университетов. Внимание не только молодым кадрам, но и опытным бойцам. Премьер анонсировал новые преференции для промышленников. Ведущие предприятия получат льготные кредиты на развитие проектов. А еще в ближайшие месяцы будет введена ипотека на производственной площади всего под 5%. Промышленники таким новостям обрадовались и представили Михаилу Мишустину самые передовые разработки. Некоторые проекты выглядят очень футуристично. Свой топ составила и наша съемочная группа. Когда видишь такие экспонаты, понимаешь, будущее уже наступило. Это вам не кроссовки с автоматическими шнурками, которые примерял Марти Макфлай, а самый настоящий Бэтмобиль. Разработал его блогер из Казахстана. Сделан прототип из стеклопластика на основе металлического корпуса. В машину встроены 8 фар, несколько камер и 3 монитора. Ну а самое главное, что Бэтмобиль может использоваться как полноценное транспортное средство. Он на ходу. Вот здесь как раз-таки находятся мониторы. Для дизайна установлена голова Джокера. Но, правда, стоит это удовольствие недешево. Около 30 миллионов рублей. Зато можно почувствовать себя кинозвездой. Ну а этот вертолет, который с первого взгляда напоминает большой квадрокоптер, на самом деле аэротакси. Модель экспериментальная. Принцип работы очень простый, весьма похож на обычный. Заказываете на ближайшее, прилетает вот такая машина, забирает вас и вперед. Как видите, здесь нет штурвала. Управляется аэротакси удаленно, будто с наземной станции. И, как говорят разработчики, такая поездка будет максимально комфортной, потому что машина защищена от колебаний ветра, но и к тому же может оперативно доставить вас в пункт назначения. Разработка российская на 80%. Зарубежные только аккумуляторы, но их в скором времени заменят отечественными. Сколько будет стоить поездка класса люкс, на данный момент неизвестно. Для страны модель уникальная. Пока аэротакси используют только в Эмиратах, Китае и в Америке. Возвращаясь к омским наработкам, нельзя не отметить достижения научно-производственного центра «Прогресс». Предприятие готово снабжать крупногабаритными шинами уральских горняков. Сегодня, во второй день работы форума, Александр Бурков подписал соглашение с уральским горнометаллургическим комбинатом. Омский завод способен полностью закрыть потребности компании, поставлять по 500 шин ежегодно. Есть интерес и у наших предприятий для той продукции, которая выпускается на промышленных предприятиях УГМК. Но самое главное, мы видим для себя большой рынок сбыта именно в компании УГМК. В Омской области есть много того, что нам необходимо в жизни, в производстве, в наших предприятиях. В первую очередь, все, что связано с крупногабаритной шиной, с резино-техническими изделиями и много чего еще. Мы тут говорили больше часа. Я внимательно слушаю, мне Сан Линд читал лекцию. Теперь я чуть-чуть представляю, что такое Омская область. Мне очень интересно. Я думаю, в ближайшее время специалисты УГМК окажутся в правительстве Омской области, и мы начнем уже предметную работу. Еще одна сильная сторона прогресса – пневмоподушки и пневморесоры для высокоскоростных поездов, в том числе подземки. Эти изделия существенно снижают вибрацию и шум. Не случайно в московском метрополитене наши резинокордные оболочки используются еще с 90-х годов. А теперь мы готовы зайти с новыми проектами на Урал. Для производства и шин, и пневморесоров есть все ресурсы. Уральцы, в свою очередь, готовы отправить в Омск современные электробусы. Новый транспорт презентовали вчера. На месте Александр Бурков не только оценил плюсы, но даже посидел за рулем и теперь ведет переговоры с производителями группой компаний «Синара» о поставках. Электробус проезжает без подзарядки 250 километров. Салон вмещает 90 пассажиров. Внутри все максимально комфортно. Есть климат-контроль, USB-порты для зарядки гаджетов и мягкое освещение. И подводя итоги инопрома, хочется с гордостью сказать, что достижения омских заводчан были отмечены на самом высоком уровне. В рамках выставки был представлен рейтинг регионов с наиболее эффективно развитой промышленностью. Мы вошли в двадцатку лучших, а по цифровой трансформации и вовсе заняли пятую строчку. Но это не повод останавливаться. Я уверена, что все соглашения, которые были достигнуты за эти два дня, помогут подняться Омской области к новым высотам и развивать промышленность дальше. Екатерина Булучевская, Владислав и Виктор Осинцевы из Екатеринбурга. Специально для 12 канала. В Кировском суде в третий раз перенесли процесс по громкому уголовному делу экс-главы ОМВД Евгения Быкова. Обвиняемый снова пожаловался на здоровье и попросил помощи врачей. Так происходит третий раз подряд. Сегодня Быков заявил, что боится, цитата, угореть под камерами. Потребовал удалить корреспондентов из зала. В итоге мужчину пришлось даже госпитализировать. Страна обвинения подозревает экс-чиновников в хитрости. Прокурор потребовала от медперсонала оперативно сообщить результаты анализов и подтвердить, что Быкову требуется лечение. Бывший начальник ОМВД России по городу Омску обвиняется в получении взятки в виде денег в размере 6 миллионов 450 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя, который осуществлял деятельность по оказанию массажных услуг в салонах отдыха за общее покровительство. Кроме того, фигурант уголовного дела обвиняется в получении взятки в размере 480 тысяч рублей от местного жителя за непривлечение его к ответственности за реализацию немаркированной алкогольной и табачной продукции. Четвертая попытка допросить бывшего начальника Омской полиции намечена на завтра. Процесс начнется утром. Добавлю, что если вина Быкова будет доказана, за решетку он может отправиться на 15 лет. В Омске продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей Луганской, Донецкой и Народных республик. Сегодня посылки скомплектовали представители регионального отделения «Единая Россия». На спецсклад они доставили несколько тонн продуктов. Это крупа, макароны, сахар и питьевая вода. В ближайшее время все это расфасуют, а после колонны с гуманитарной помощью из Омска отправятся на Донбасс. В характере русских людей помогать друг другу. И вот эта взаимопомощь и взаимовыручка, она сейчас как никогда проявляется. Вот в эти сложные дни. Мы посчитали, что не можем остаться в стороне от этой очень важной, ответственной, по сути, миссионерской работы. Ну вот, собрали тонну сахара, в общем, и решили также присоединиться к этой акции и отправить это все жителям Донбасса. Мы действительно делаем все, что можем для того, чтобы поддержать наших сограждан, находящихся в трудной ситуации. Мы, поверьте, не только из средств массовой информации знаем, как тяжело людям на Донецкой, на Луганской земле. И мы рады оказать хоть минимальную, но посильную помощь, которая в наших силах. Еще один мурал появится на стене дома номер 85 на Карла Маркса. Документальную живопись посвятили бойцу Росгвардии Тарасу Петуху. Мич погиб в спецоперации на Украине за отвагу и самоотверженность. Награжден Орденом Мужества посмертно. Художники обещают закончить портрет к концу недели. Уже нанесены контуры изображения. Теперь идет роспись. Используется краска в баллонах. В среднем на одно полотно размером с пятиэтажный дом уходит 300 распылителей. Самое сложное в точности повторить черты лица и передать характер героя. Большая ответственность лежит, делая такую работу. Вчера подъезжала сестра Тараса, познакомились. Это уже видно, как переживают родственники, близкие. Хочется не сфальшивить. Проект реализуется по инициативе президентского фонда культурных инициатив правительства Омской области и городского отделения партии «Единая Россия». Это второй портрет героя в Омске. Неделю назад художники закончили работу над муралом, посвященном Артему Салугину, который тоже геройски погиб в спецоперации. Родные бойца отметили, что изображение получилось удивительно точным и трогательным. Когда твой сосед – крыса. Жители многоэтажки на улице Серова жалуются на нашествие грызунов. Полчища крыс поселились в подвале. Людей не боятся, открыто пируют на местной мусорке и прогуливаются на детской площадке. Жалобы местных жителей в управляющую компанию результатов не дают. Никита Смирнов узнал, есть ли спасение. В своем дворе Людмила Колобова теперь внимательно смотрит под ноги. Улицу оккупировали крысы. На местной помойке пируют, на детской площадке прогуливаются после сытного обеда. Как мусоропровод, так и крысы. Раньше у нас бросали мусор прямо в мусоропровод, а сейчас уже приучили в пакетах. А они такие здоровые, они все асфальт прогрызывают. Нашествие грызунов началось два месяца назад. Все это время Вера Пилипенко не может навестить родителей, боится. Девушка обращалась в управляющую компанию. По закону коммунальщики обязаны организовать травлю. Заключить договор со спецорганизацией, которая проведет диротизацию. Однако живность так никто не уничтожил. А Вере порекомендовали наводить порядки по месту прописки, а к чужим крысам не приставать. 3 июня я отправила обращение. 28 июня мне дали ответ о том, что я не являюсь собственником жилого помещения в данном доме. И поэтому мои права не нарушены. Я считаю, что мои права нарушены, как жители города Омска, что в таких антисанитарийных условиях проживать и ходить по улице мимо этого дома просто невозможно. В съемочной группе 12 канала в управляющей компании заявили, что проблемы нет. Грызунов они уничтожают регулярно, но крысы будто бессмертные. Съедают яд и вполне себе здравствуют. Однако специалисты, которые уничтожают вредных насекомых и грызунов, уверяют, что используют особо токсичные вещества. Приманка еще ни разу не подводила. Истреблять удается огромное поселение крыс всего за несколько дней. Санитарные врачи категорически не рекомендуют оставлять в соседях опасных грызунов. Крысы-переносчики смертельных болезней, чумы, бешенства, тифы и таксоплазмоза. Жителям дома Носерова готовы помочь в госжилинспекции. Специалисты ведомства проверят действия управляющей компании. Людям необходимо только составить письменную жалобу. Необходимо, чтобы обращение писал именно собственник или пользователь жилого помещения, что он имеет право на проживание там, да, или прописка, или право собственности, чтобы в соответствии с законодательством рассмотреть это обращение и уже принять меры реагирования. Если проверка покажет, что управляющая компания приняла недостаточные меры по истреблению крыс, коммунальщикам придется заплатить штраф в 300 тысяч рублей. А потом все-таки вытравить грызунов из многоэтажки. Никита Смирнов, Карина Сычагова и Дмитрий Алдыгепченко. 12 канал. 12 канал вошел в топ-10 региональных телекомпаний по вовлеченности подписчиков ВКонтакте. Статистику опубликовал аналитический сервис Posters. Наша команда заняла пятую строчку рейтинга. Напережают Санкт-Петербург, Челябинск, Кабакан и Пермь. Потом мы. И это значит, что 12 канал многие мячи смотрят, читают новости на нашем сайте и активно комментируют все, что заинтересовало. Показатели говорят и о том, что зрители доверяют главному каналу региона. И смотрите далее в программе. Распродажа без продаж. Сайт Икеи не выдержал натиск покупателей. Поклонники шведских товаров идут на хитрости и устраивают аукционы на сайтах объявлений. А хакеры призывают людей опомниться. Герои нашего времени? Откликнитесь! В Омске продолжается прием заявок на премию «Народный герой». Свою номинацию объявил и 12 канал. Школа мечты не резиновая. В новом образовательном учреждении в Амурском поселке закрыт набор первоклассников. Родители призывают подавать документы в другие школы. Причем детей туда станут развозить на отдельных автобусах. Когда лишние килограммы, тема уже не женских разговоров. Боя Шлеменко и Смаилова пока что проходят в виртуальном пространстве. Один из соперников не в форме и может пропустить самую ожидаемую битву лета. И концертный зал на берегу реки. Прокачать вокальные данные мечей зовут на необычный музыкальный турслет. Участникам пригодятся не только гитары, но и палатки. Надежная имплантация зубов в семейной стоматологии. 45 06 05 Распродажа без продаж. Сайт Икея не выдержал натиска российских покупателей. Произошел технический сбой. Компания закрывает магазины по всей стране. Пытается распродать товары со складов. Тысячи поклонников шведской продукции сегодня пытались хоть что-то приобрести. Самые отчаянные даже уговаривали сотрудников компании продать вещи вне очереди. Пусть и дороже. Дарья Сачкова наблюдала за массовой истерией. Столики в ресторане Икея пустуют. А двери в обитель мебели все так же замурованы для обычных покупателей. Но недолго осталось диваном и плюшевым окулом томиться на складах. Или долго. Старт продаж дали миллионы покупателей по всей России. В нужный час загрузили сайт. Но купить так ничего и не смогли. Сервис вновь и вновь выдавал техническую ошибку. Сотрудники Икеи рассказали мне, что сайт рухнул в первые же минуты, когда стартовали онлайн-продажи. И никто не успел ничего купить. Европейский сервис не выдержал ажиотажа российских покупателей. Сбои в работе сайта наблюдались еще вчера. Коллаб случился к часу ночи. Сайт до сих пор на ремонте. Вообще, задумав онлайн-продажи, компания хотела избежать мартовских толпотворений. Тогда в магазинах по всей стране случилось массовое безумие. Люди в один момент ринулись за покупками. Многие стояли в очереди на кассы по три часа. В июне гонка на выживание повторилась. Сотрудникам предложили купить товары со скидкой. И в гипермаркет пошел каждый второй льготник. Скупали для себя, родных и соседей. Уже на следующий день бюджетные киевские вещи можно было перекупить. Но в несколько раз дороже. Например, детское одеяло. На сайте Икея меньше тысячи рублей. А вот на Озоне все шесть. Акула по цене автомобиля. Плюшевый питон однокомнатной квартиры. Бюджетные товары шведской фабрики превратились будто в предметы высокого искусства. А рядовые покупатели – выстильных коллекционеров. Истерия продолжится. Компания уверенно заявила, что покидает российский рынок. Нераспроданные вещи обратно в Европу явно не повезут. А значит, шопоголики продолжат атаковать сайт в надежде купить хоть что-то. С юмором на ситуацию смотрят разве что хакеры. Они сегодня взломали сервер и рекомендовали всем отчаянным идти спать. В стране нет дефицита хозяйственных товаров. Все необходимое и не хуже качеством можно купить и в наших магазинах по гораздо более симпатичным ценам. Дарья Сачикова, 12 канал. В Омске ищут народных героев. Премия «Всероссийская» 130 мячей уже подали заявки. Всего номинации 11. Если вы или ваши знакомые отличились каким-то героическим поступком, следует сообщить организаторам проекта. Срок до 10 июля. Важно быть коренным мячом или прожить на территории региона не меньше пяти лет. Заполнить анкету на участие можно на сайте народныйгерой.рф или отправить по электронной почте. Финалистов отберет экспертный совет и лично губернатор Александр Бурков. Они определят по пять человек в каждой номинации. Ну а после будет запущено народное голосование. На самом деле я очень рад, что мы в этом году смогли возобновить нашу добрую традицию. В четвертый раз уже будет премия в этом году проходить на территории Омской области. И главная задача это показать, какими замечательными людьми богата наша омская земля. Поражает все-таки, какие замечательные, добрые и отзывчивые люди рядом с нами живут. И мы порой, к сожалению, про них мало чего знаем. Грандиозный финал жителей региона увидят в прямом эфире 12 канала 4 сентября. В этот же день наша телекомпания, соорганизатор премии, представит своего героя. Омские медиа учредили отдельную номинацию, за которую символично поборется 12 человек. Про этих людей мы рассказывали в эфире в течение всего этого года. Один из них Сергей Шипалов. Меча – амбициозные планы, объехать весь мир, не вставая. Известность в Омске мужчине принес его трайк. Необычным транспортным средствам он управляет лежа. Из-за тяжелого диагноза ограничено в движении. Впрочем, Гэндальфа, такое волшебное прозвище, далее Мечу, кажется, ничего остановить не может. Дома его почти не застать, а вот увидеть на дорогах и трассах можно хоть каждый день. С необычным героем и его верной спутницей шотландской овчаркой встретилась Екатерина Шипилова. В свой гараж на окраине Омска Сергей Шипалов всегда ходит с шелой. Мохнатый компаньон, конечно, не подаст гаечный ключ, но не позволит заскучать и уж точно не даст в обиду. Пусть и на другой стороне улицы совсем неравные силы. В железном боксе несколько видов трехколесных велосипедов. Сергей Шипалов человек особенный, даже волшебный. Ему и прозвище дали сказочное – Гэндальф за сходство с легендарным персонажем вселенной «Властелина колец». Омский Гэндальф каждый день для себя совершает чудо. Проезжает десятки километров. Для человека с диагнозом ДЦП преодолевать такие расстояния, будто вновь и вновь сражаться с демоном. Только в отличие от известного мага, у Шипалова в распоряжении не волшебный посох, а трайк. Максимальную скорость я развивал 43,5 километра в час. Дальше страшно. Дальше просто страшно, потому что ям и кочек у нас очень много и боюсь перевернуться. Ничего лучше не нашел. Я катаюсь на нем шестой год, я ничего лучше не нашел. Как лимузин. Он реально как лимузин, потому что если передние колеса ловят все кочки и ямы, то пятая точка за счет амортизатора как на лимузине. Таких трайков в мире единицы. Шипаловский сделан под заказ в Китае. Обошелся недешево. 3000 долларов или чуть больше 200 тысяч рублей. Но оно того стоит, говорит мужчина. Необычный транспорт дает свободу передвижения. Велобайкер путешествует каждый день. В этом сезоне за неполных два месяца намотал уже 1400 километров. И все это только внутри региона. Иногда присоединяется к единомышленникам из клуба «Баловни судьбы». Раньше брал с собой и Шеллу. Шелла, сядь, сядь, сядь. Вот так вот она и ездила. Но с недавнего времени от путешествий с Шеллой мужчина отказался. Говорит, трайк на дороге требует особого внимания. Иначе на нем легко перевернуться. Переноска есть. Но если собака будет находиться позади меня, в изголовье, контроля за собакой не будет. Для меня важен контроль. Потому что я говорю, несколько раз переворачивались. На предыдущем велосипеде несколько раз она вылетала. Поэтому я уже понимаю, чем может закончиться. Собака ни в одной аварии серьезных травм не получила. И все же пока нет безопасной люльки, с собой шеллон не возьмет. А вот сам собирается проехать еще не одну тысячу километров. Выбраться за пределы региона, а потом и России. Чтобы прокатиться с музыкой по степям Казахстана и рвануть в Китай. Шипалову главное сражаться и не сидеть на месте. Какой бы диагноз не значился в медицинской карте. Екатерина Шипилова, Виктор Осинцев и Владислав Осинцев. 12 канал. Если вы считаете Сергея Шипалова достойным звания народный герой, не забудьте проголосовать. Своё мнение можно будет высказать после того, как закончится прием заявок. Голосование стартует 18 июля. Больше 16 тысяч омских первоклассников пойдут в школу в новом учебном году. Списки зачисленных детей уже опубликованы. Напомню, основной прием проходил с 1 апреля по 30 июня. Сначала в учебные заведения принимали льготников. Затем тех, кто имеет прописку на закрепленном за школы участке. Особенно высокий спрос традиционно на так называемые «школы мечты». Так, в 30-ю, которая расположена в Амуре, было слишком много заявок. Поэтому мест хватило не всем. Но это не значит, что ребятишки не сядут за парты 1 сентября. Альтернатива есть. 30-я школа самая популярная в Амурском поселке. Её построили только в прошлом году. Современное здание, несколько спортивных залов, технологичный актовый. Есть библиотеки, телестудия и класс для 3D-моделирования. В рекреациях дежурят роботы, которые могут помочь детям быстро найти информацию по предметам. Учиться здесь хотят даже не сотни, а тысячи детей. Но мест для всех не хватает. В этом году набрано 9 первых классов. Директор признаётся, рада бы зачислить больше ребятишек. Но тогда уроки придётся проводить буквально в школьных коридорах. Мы понимаем, что чем больше будет классов комплектов, спортивные залы будут заняты, к счастью, наверное, не к сожалению, детьми. Но времени и места для организации спортивных секций, к сожалению, тогда не останется. Ровно так же, как не останется помещений свободных для организации других видов деятельности. Родителям предлагают альтернативу. Соседние школы, в которых есть свободные места. Для детей организуют школьные автобусы с дежурными учителями. Педагоги проследят, чтобы в пути с детьми всё было в порядке. Нас волнует не только количество, то есть набрать детей в школу, но и качество обучения. Нами будет организован подвоз детей к данным школам. Департамент образования приобретает дополнительные три автобуса специальных, оборудованных, для того, чтобы можно было осуществлять подвоз с сопровождающими. Чиновники заявляют, во всех школах Амурского района проведён ремонт. В педагогическом составе только профессиональные специалисты. Учат хорошо и всегда рады новым ученикам. Педагогический состав у нас очень сильный. Учителя квалифицированные имеют и высшую, и первую категорию. Участники различных конкурсов, проектов. Поэтому мы развиваемся. Мы в тренде последних инноваций. Это триместровая система, модульные каникулы. Поэтому мы не стоим на месте. Хоть и здание старое, но коллектив молод, активен. Поэтому достаточно профессионалей. Родителям остаётся выбрать школу. Приём заявлений начнётся 6 июля. Пётр Смольников, Карина Сачугова, Сергей Никифоров. 12 канал. Самый ожидаемый бой лета между Шлеменко и Смаиловым уже начался. Правда, пока в виртуальном формате. Бойцы смешанного стиля обмениваются через соцсети едкими замечаниями. В частности, Александр Шлеменко сомневается в хорошей физической форме соперника. Намекает, что тот растолстел и провалит процедуру взвешивания. Магомед Исмаилов уверяет, успеет похудеть и восстановиться после болезни. Недавно он перенёс операцию на колени, но уже приступил к тренировкам. Напомню, бой намечен на 26 августа. За перепалки в интернете болельщики теперь сильно сомневаются, что встреча вообще состоится. Официальной информации нет, это просто слухи пока что. Так что надеемся, что всё состоится, пока есть дата 26-я. Число наоборот. Мага записал видео, что он готовится, что он сбрасывает вес. Когда есть громкое какое-то противостояние, всегда появляется кто-то сомневается, ещё какие-то слухи. Тем самым и рождается интерес к этому противостоянию. Приглашают в концертный зал на берегу реки. О необычном музыкальном турслёте, который состоится в Омске, нашим журналистам рассказал один из организаторов фестиваля Алексей Голиздра. Прокачать музыкальные данные мечи смогут на родных берегах, так называется фестиваль. Он начнётся в эту пятницу в Горьковском районе. Участники смогут посидеть мастер-классы, послушать песни у костра, сыграть в пионербол, волейбол и настольный теннис. Всё будет происходить на Большой лесной поляне возле Иртыша, неподалёку от села Новопокровка. От Омска примерно 110 километров. С собой необходимо взять палатки и хорошее настроение. На самом деле это достаточно редко происходит. Я очень советую всем людям, которые серьёзно занимаются музыкой, обязательно приехать, послушать, потому что это, наверное, такие киты. И это люди, которые по-настоящему профессионально работают и могут секреты своего мастерства рассказать, показать всем желающим. Так что я прям завидую тем людям, которые туда приедут и на это посмотрят. Добраться до места можно несколькими способами. На выбор туры на один и три дня. Автобус отправится с речного вокзала в пятницу в 17.00 и субботу в 7.30 утра. Цена билета в одну сторону 250 рублей. Ещё один вариант по воде. Туристов доставят на теплоходе «Заря». Судно отплывает в субботу в 7.50. Автомобилисты могут доехать до Новопокровки самостоятельно. От села Алексеевка организаторы расставят указатели. Все вопросы можно задать в официальной группе фестиваля ВКонтакте. Отмечу, что подробности о мероприятии завтра в студии радио «Монте-Карло-Омск» расскажут музыкант Алексей Голиздра и солистка Омской филармонии Анна Шенковая. Прямая трансляция будет в эфире 12 канала и в социальных сетях. Начало в 10.30. В Большереченском зоопарке показали детёныши моралов. На свет они появились около месяца назад. У малышей ещё нет рогов. Они пьют молоко, пробуют свежую траву и не отходят далеко от мамы. От родителей оленята пока сильно отличаются. А мне их шерсть красно-бура с белыми пятнами. В дикой природе это хорошая маскировка. Взрослые же животные серо-коричневого цвета. Чувствуют они себя хорошо, прекрасно. Когда не так много посетителей, они бегают, резвятся по вольеру. Они прям очень такие весёлые, озорные. А когда жарко и достаточно много людей, они прячутся в тенёчке где-нибудь и вдали, чтобы их сильно не видели. Ну так ещё мама ими так как руководит, она тоже контролирует, чтобы детки сильно пока на глаза не показывались. Такое пополнение, по словам сотрудников, редкость. Обычно у самок, которые обитают в зоопарке, малыши появляются с разницей в месяц. В этом году же оленят родились с разницей всего в несколько дней. Кстати, подыскивать новое жильё моралом не будут. Они останутся в большей речи. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. О погоде спонсор прогноза. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра. Ртутного столба. За мясом на Левобережный рынок. Свежая мясная продукция на Левобережном рынке. Каждый день с 9.00 до 18.00. На Комарова 6. Проверена государственная ветлабораторией. Таковы новости этого вторника. Я благодарю вас за внимание и желаю хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин